Дорогие друзья, сегодня я расскажу вам о двух замечательных препаратах, которые оказали огромное влияние на лечение коронавируса и остановки эпидемии в Титае. Прошлым летом я оказался в составе медицинской делегации в Титае, и мы посетили завод Янзы, который занимается производством натуральных препаратов. На сегодняшний день лечение натуральным препаратами очень актуально, потому что вот этот наш последний коронавирус, он не подается лечению антибиотиками, а как раз натуральные иммуномодуляторы, иммуностимуляторы, они помогают остановить это заболевание. И вот эти два препарата мне очень понравились, я привез их из Титая, и вот сегодня я немножко о них расскажу. Если у нас начинается продромальный период, температура, легкий кашель, заложенность в городе, и если у нас обнаружен коронавирус, лучше всего пользоваться натуральными препаратами. И в данном случае я хочу рассказать о препарате Бушень Жун Фэй. Это иммунный препарат, это противовирусный препарат, его даже называют в Титае природный антибиотик. Здесь, конечно, невероятная технология, максимальная выжимка полезных веществ. Ну, в первую очередь, я бы хотел рассказать о первом компоненте, это кардицепс. Его называют натуральный антибиотик в Титае. И если мы вспомним, 2003 год, это как раз была первая эпидемия коронавируса. И как раз кардицепс использовали для лечения пневмонии. И это была такая первая апробация, результаты были в очень высоте. Он, помимо того, что поднимает иммунитет, оказывает отхаркивающее действие. Он используется как противовирусный, противовоспалительный препарат. И для усиления кардицепса, в данном случае, здесь используется гонодерма или шаотати. В Титае называется грипп бессмертия. У него тоже хорошее противовоспалительное, противовирусное действие. И он усиливает действие кардицепса. Следующий компонент, это цистанхи. Его называют женьшень пустыни. У него разогревающее действие. Он помогает балансировать огонь легких. И в данном случае эти три компонента оказывают очень сильное противовирусное действие. И могут даже значительно помочь при пневмонии. И еще один компонент, офиопогон. Это японский ландуш. Он тоже, как четвертый компонент, усиливает противовоспалительное и противовирусное действие. В данном случае этот препарат можно использовать, вот мы видим, вот такие пузырьки. По одному пузырьку. Если уже воспаление легких. Опять же, повторяю, это как дополнительное средство, не как основное лечебное. Потому что воспаление легких, это уже очень серьезная вещь. Особенно если это происходит от коронавируса. Здесь нужно уже подключать все возможные способы. Ну, в среднем, 3-4 недели пропивается данный препарат. Повышается иммунитет. И на этом препарате у меня уже были хорошие результаты. Конечно, я не использую монолечение. В данном случае нужна целая схема. И питание, и ингаляции в данном случае. То есть нужно целую схему. Пока я о всей системе лечения, к которой я сам подошел, я не буду говорить. Вот пока два препарата. Бушень, Жунфей первый препарат.